Сегодня, к сожалению, или к счастью, а то засиделся я в офисе. Ну погнали, чё? Чё-то, чё-то глохнет. Блин, шо он говорил же, переодень его на зиму, блин. Чё на леди, блин, приехали? Это напоследок. Как? Нахрен этот мороз я ущербленно. Друзья, всем привет! Вы на канале компании Priority Auto, автомобили и спецтехника с аукционов Японии. Сегодня мы снова на нашей стоянке, которая забита вновь вашими машинами, привезенными под заказ. Ну а сегодня видео не о них, так как наша компания занимается не только поставкой автомобилей, но и техникой. Поэтому на нашем канале вы можете увидеть от распила до полной пошлины, ну и, конечно, спецтехники с аукционов Японии, которые мы привозим также под заказ для наших клиентов. И сегодня у нас два интересных экземпляра на нашей стоянке уже стоят. И для сегодняшнего видео мне понадобилась канистра дизеля, так как, к сожалению, топливо в них кончилось, провода, крокодилы, крабы, как кто их называет, так как наши экскаваторы долго стояли в Японии, здесь таможились. Ну и две пары перчаток, друзья, потому что сегодня ужасно холодно, вы сами знаете, ну многие из вас знают, что в такой мороз дизельная техника ведет себя довольно привередливо. Ну и я уже успел поработать с двумя экскаваторами, попробовать их завести, залить топливо. Ну и начнем с того, что, к сожалению, сегодня не завелось. Ну и, друзья, первый у нас экземпляр, наш лот, привезенный с аукционов Японии, Янмар, B3-5. У нас 3 тонны, глубина копания 3 метра, максимальная глубина копания. Как видим, все в идеальном состоянии. Есть замечания по самой кабине, там есть ржавчина, какая-то небольшая коррозия. Но в целом экскаватор работает исправно до сегодняшнего, до того, как, скорее всего, он пришел в Россию. Мы, к сожалению, его не завели, потому что аккумулятору просто пришел конец. Я не знаю, выходил с такой вид с Японии, либо он по пути, ему пришел на морозах полный криндец, так сказать, он просто треснул. И сейчас обнаружили еще то, что сгорел предохранитель, поэтому в целом сегодня у нас его завести не получилось. Но, чтобы вы знали, этот экскаватор 2005 года с наработкой что-то около 5000, и у нас железные гусеницы, закрытая кабина, кабина закрытого типа, точнее. Здесь есть его аукционный лист, здесь вот прописаны рабочие элементы, то есть двигатель, и пошел-пошел по списку. Если вот здесь стоит галочка, значит это в норме. Если стоит галочка вот здесь, то не в норме, и поясняется, что именно, то есть по-японски. И вот эти замечания мы переводим, когда подбираем технику. У нас были проблемы с обнаружением всего, здесь у нас вот аккумулятор, видим, что он треснутый как раз. И вот этот предохранитель сгоревший. Но техника заводилась, проверялась в Японии, то есть была в исправном состоянии, остается только вот поменять аккумулятор, заменить предохранитель. Ну и такой экземпляр, 3 тонны, глубина копания 3 метра, 2005 год обошелся в 740 тысяч рублей. Это пока все, что я могу сказать, конечно, хотелось бы показать вам его в работе, но сегодня, к сожалению, сделать этого не получится. Мы сейчас перейдем дальше к его более меньшему брату. Ну и друзья, как и говорил, его более меньший брат, но не менее мощный, Янмар G09, 2005 года тоже, с наработкой всего 1000 моточасов. И у нас 980 килограмм, глубина копания максимальная 1650 сантиметров, то есть, ну, чуть больше полутора метра. Вот этот красавец у нас завелся, жалко, что мы его не поснимали, как мы его заводили, это тоже было что-то. Вся техника у нас сегодня прикуривалась, поэтому мы ее не глушим от греха, чтобы вам успеть все показать. Потому что холодно, друзья, те, кто работает с этой техникой, они, конечно, знают, как ее эксплуатировать и так далее, они готовы к этому. Наша стоянка, к сожалению, к этому сильно не готова, поэтому я просто хочу сегодня показать, что оно все работает, да. У нас есть пример маленького, где все работает. Друзья, ну пора почувствовать себя работягой конкретным, не офисным, плантоном каким-то. А то засиделся я в офисе. Ну погнали, что. Все, вообще, вот, конечно, конечно, не быстро, но все работает. Сейчас это, снежок, снежок немножечко почистим тут. Все, погнали. Так, сильно много берем. Чуть-чуть повыше. Ага. Ну, слушайте, даже вот на стоянке полезными вещами можно на нем заниматься. Блин, а. О. Чуть-чуть подсобрать снежка, в общем. Друзья, очень полезная штука в огороде, давайте проверять остальное. Опа. Здесь у нас все функционирует. То есть, ковш исправно работает. Посмотрим стрелу. Так, стрела. Так, у нас подъем. Опускание. Упремся чуть-чуть. Так, чуть-чуть. Ковш. Разогнем. Друзья, ну, стрела достаточно мощная. То есть, не уставшая. Дальше у нас идет разгибание, сгибание второго локтя. Так, ну, разгибание туговатое, конечно. Возможно, стоит поменять какие-то шланчики. Возможно, все так же от мороза. А так, в целом, в целом неплохо. Можно работать. Ну, и также есть наклон в сторону. Он у нас таким вот способом. Педалечка есть под ногой. Оп. Выпрямили. Погнали. Разогнули. Слушайте, ну, супер. Все работает. Все отлично. Так. Ну, и поворотный механизм, конечно же, всех интересует. Все. Крутится вокруг своей оси на 360 градусов. И в обратную сторону так же. Ага. Все. На месте. Газу прибавляем. То есть, наработка газа идет. Все хорошо. Возвращаем на холостые. Возвращаем на холостые. Но ценник. Но ценник, друзья, не маленький. 550 тысяч рублей. 550 тысяч рублей за идеальное состояние такого экскаватора. Цена начинается на них от 420-430 тысяч рублей. Это уже за более, ну, такое себе состояние. Но хотя у нас приходят разные экскаваторы. Потом клиенты скидывают фотографии. Как они их переделали, доделали. Трубочки поменяли. Фильтра. И все, говорят, замечательно работает. Итак, у нас осталось проверить, меняет ли колею у нас экскаватор. Ну, погнали. Все. Поменял. И обратно. Все отлично вообще. То есть, друзья, данный экскаватор полностью готов к эксплуатации. Я думаю, он еще заработает немало денег своему владельцу будущему. Ну, а мы сейчас его отвезем на транспортную сразу на эвакуаторе. Кстати, такие, такие экскаваторы идут сборным, сборным грузом. То есть, небольшие в контейнер грузятся и отправляются. Тюмень, Иркутск, Москва, куда угодно. Большие экскаваторы, как мы видели до этого, они уже идут автовозами, платформами. Все уже будет зависеть от его величины. Но этот ставим пока на место. Блин, что он говорил же, переодень его на зиму, блин. Что на леди, блин, приехали. Так, возвращаем на холостые. Ну и все, друзья, глушим нашу технику. О, интересно, заведется сейчас? Да, попробуем. Кто напишет в комментарии, что за звук, переведу 500 рублей первому. О, завелся, слышь, нифига. Поднабился аккумулятор, друзья. Вообще четко, конечно. Долго стоял, аккумулятор умер. Все, в принципе, не от техники зависит, да. А это и на машине может умереть. Так аккумулятор полтора месяца, где-то полтора-два месяца. Вся доставка заняла. Из-за праздника все шло через Новый год. Короче, долго стояло. Ну, теперь с чистой совестью точно уже можно глушить. Все работает. Вот мы заправили сюда немного дизеля. И все остальное мы потратили на тот. В надежде, что он тоже заведется. Но, к сожалению, он не завелся. Друзья, итак, все-таки мы решили завести экскаватор. Докупили аккумулятор. Тем более, нас попросил клиент. Раннее утро. Сейчас посмотрим, как это все будет в мороз заводиться. Купили Nordics, устойчив к морозам. Это не реклама сейчас была. Я ничего не рекламирую. И набор ключей нам понадобится. Я уже начал потихоньку откручивать. Нам нужен самый популярный ключ на 10. И погнали его крутить. Неудобно подлезать. Втыкаем предохранитель. Наш сгоревший, который был. Ну и пробуем завести. Потом будем закручивать, если что. Эх, родная. Родная. Опа. Ну, сами видели, покрутила. Помаслава завелась. Все как обычно с дизелем. А Кума, ну вы сами видите, была убитая вообще в хлам. Ее даже, наверное, никуда не примут. Или примут? Не примут. Все, затягиваем. Сейчас уже будем грузить его. Приехала транспортная компания. Загружать себе в грузовик и отвозить на отправку. Отправка спецтехники. Одно транспортная находится за городом. Они сами выезжают за отдельную плату. Ну, сейчас мы выйдем чуть-чуть. Покрутимся на нем. Он пока погреется. Я затяну аккумулятор. Ну, все, выдвигаемся в офис. Покрутимся на нем. Покрутимся на нем. Покрутимся на нем. Глохнет. Что-то, что-то глохнет. Отвертки нет? Отвертки нет. Отчего надо? Ну, это шашланд снять. Включить. И посмотреть. Соберет целевый. Не льется? Мож. Молково кончилось. Да нет, что-то нормально заливали. Крой этот. На 10. Так, 12. Так, 12. Из-за этого говна на нем. Вот, из-за этого говна на нем. Все набивает. Набило. Чуть-чуть. Включите. Набило. Чуть-чуть. Смеченый поле. В общем, в топливном, топливный фильтр был забит просто. Не знаю, чем. Как будто с такой кашей прям. Хреновый дизель кто-то лил. Ну, из попытки номер два. Ненамного быстрее он едет. Чем маленький экскаватор. Но, в принципе, как положено экскаватору. Здесь у нас железные гусеницы. Поэтому ходовка немного жестче. Как на Хонде. Все тоже работает. Все в подвижном состоянии. Крутим, кружим по району. Все в подвижном состоянии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, без комментариев просто все делаю Мне просто это все дико нравится И поэтому я сижу тут молча просто И это все показываю Все горит, все работает У нас есть дворник Ну да, в общем, все в рабочем состоянии И также тут есть подогрев Ну, обдув либо подогрев Вот И сейчас будем его грузить Ну все, друзья Загоняем его на грузовик Он уезжает на транспортную компанию Гордость за японскую технику А вот кто с собака залил хреновый дизель Дизель и видел, да, Джон, какая каша была вообще Вообще, вот Джон подтвердит прям конкретно Знаешь, что-то как будто на морозе прям застывает Да, плохое топливо Да, плохое топливо Что-то было Из-за него не прокачивалось Низусть пошел по штрихе Да Через фильтр Он просто в фильтре вставал и все Осталась маленькая, друзья, еще маленькая такая техника. Я вам просто покажу ее сейчас. То есть это мини-асфальтовый кладчик. Весит он около 50 килограмм, 45-50. И стоимость его довольно высока, если везти его отдельно, то есть от контейнера какого-то, вот отдельно, так купить на аукционе и везти. Он вышел больше 50 тысяч рублей, 57 тысяч рублей. Если их собирать контейнерами, то выйдет достаточно дешевле. То есть сильно сжирает, очень сильно сжирает доставка по Японии. И все это оформление в России. Контейнера могло выйти гораздо дешевле, если их пачками отправлять. Ну, в принципе, так обычно делают. Но если купить для себя, знать реальную историю этого мини-штуки, да, инспектор оценил, проверил его работу. И мы ее купили. То есть зато мы уверены, что она работает. То есть 57 тысяч рублей вышла вот такая. Микаса. Друзья, вот единственная техника на сегодня из трех у нас ездит на бензине. То есть здесь остался бензин. Завозить я не буду. Честно, я никогда такую технику не эксплуатировал. Вот, поэтому я предоставлю это уже хозяину. Тем более я, честно, вот именно с ней я не знаю, как обращаться. И стоит ли ее вот так вот заводить вообще зимой, я не знаю. Труд, я не представляю, друзья. Это я привезу вам все, что угодно с аукционов в Японию. Но это не значит, что я буду уметь этим пользоваться. Но посади меня на экскаватор. Знатную яму я вам точно вырую. Друзья, ну и в чем же вообще преимущество, да, покупки техники самому с аукционов Японии? Во-первых, это год выпуска, да. Допустим, здесь мы точно знаем, что это 2005 год. С чем мы постоянно на рынке сталкиваемся с обманом при покупке техники, что, допустим, 2000 год выдают за 2005. Внешне неотличимая техника выдается за более свежую, да. Ну и опять же, моточасы. Моточасы, которые сделаны элементарно. То есть их устройство, оно элементарное. Поэтому скрутить на них мотопробег, да, не составит вообще никакого труда. Поэтому будьте внимательны. Лучше вы возьмете что-то там, да, своими руками доделайте на этой технике. Фильтра, трубки, еще что-то. Чем вы просто вгреетесь по полной программе. Ну и в-третьих, это, конечно же, экономия. Допустим, наценка на эту технику будет процентов 10, да. Он стоит у нас 750. Где-то за 800 с чем-то он будет продаваться на рынке. И, возможно, под другим годом. Допустим, 2008-2009. Потому что выглядит сам по себе, вы видите, он довольно свежий. Друзья, ну что ж, такой вот экспериментальный выпуск. Хотелось вообще с самого начала начать показывать вам, как мы будем их прикуривать, заливать топливо. Но сегодня так ужасно холодно. Спасибо нашему другу Джону с канала NotBetCars, что вообще приехал в такую дубину помочь мне показать вам такой контент. Потому что, я как понял, люди заинтересовались техникой напрямую с аукционов Японии. Да, техника есть. Каждый вторник торгуется качественная техника. Каждый четверг торгуется техника такая себе. Потому что без претензий обычно она продается. Во вторник есть, как я показал, аукционные листы с описанием. И мы уже там обычно в этот день покупаем технику. Ну и в четверг попадаются такие варианты, где наш клиент может получить более большую выгоду от покупки в плане финансовом. Потому что борются за такую технику меньше людей, так как она, к сожалению, без претензий продается как есть. Ну а наша техника вся пришла с аукциона АРАИ. Это аукцион спецтехники, где есть почти полное описание состояния технического. То есть работает, заводится, где трещины, по стреле трещины, потеки по цилиндрам, царапины по цилиндрам. Это все есть в описании. Ну и в целом, друзья, на подобный экскаватор, допустим, это средняя цена. На тот экскаватор я бы сказал, что это более максимальная цена, так как он в идеальном состоянии. Здесь есть до чего докопаться, но все равно он в хорошем техническом состоянии. Друзья, обязательно напишите в комментарии, стоит ли иногда записывать видеоролики не про машины, а про что-то вот такое, спецтехника, большие грузовики и так далее. То есть отклоняться от нашей основной тематики будет важно, ваше мнение. Ну и если вам понравился сегодняшний видеоматериал, экспериментальный ролик, поставьте обязательно свой лайк, поделитесь этим видео, поставьте колокольчик, уведомления, чтобы не пропустить ни одно наше видео. Ну и всем спасибо за просмотр, удачи, пока! Я поехал. Priority Auto. Автомобили и спецтехника из Японии. Напрямую с аукционов, без посредников и переплат. Полное сопровождение от подбора автомобиля, надежной доставки до оформления документов. Звоните 248 55 15.